Добрый день, дорогие зрители! С вами Книжный Бум и я его ведущая Татьяна Соловьёва. Наступил октябрь, и я хочу поделиться с вами самыми страшными историями, которые вышли в этом году. А начать я хочу с Лавкрафта, отец хоррора, писатель, который вдохновил Стивена Кинга, да и многих. Гильермо дель Тора экранизировал его. Эта книга вышла в серии Метаморфоза. Это серия, где берется классическое произведение, и современный художник его иллюстрирует. В этот раз это был Иван Иванов, мастер своего дела. Это не первая книга Лавкрафта, которую он иллюстрирует, а, если честно, девятая. Но помимо уникальных иллюстраций, которые станут украшением только текста, здесь собраны потрясающие переводы современных ребят, увлеченных мирами Лавкрафта. И, конечно же, мы благодарим Артема Агеева за вступительную статью. А он, так на секундочку, главный редактор журнала Даркер. И, как никто, знает все о хоррорах. Откройте книгу и окунитесь в удивительный мир Лавкрафта. Мы только что вспоминали с вами короля ужасов Стивена Кинга, но я хочу рассказать вам о новинке моего издательства Repol Classic. Это «Kill Creek» серия New Horror. Скотт Томас. Ой, книга, которая начинается как каждый ужастик. Есть заброшенный дом, он стоит у ручья, и туда приходят случайные люди. На самом деле все не так. Это не случайные люди, это писатели и писатели хоррора. И каждый из них уникален. Один из персонажей напомнит вам Стивена Кинга. Другой хочет вновь стать популярным. Девушка-феминистка. Кроме любви к хоррору и писательской деятельности, их объединит этот дом. Что в нем происходит и что произойдет с этими героями, вы узнаете, прочитав роман. Я хочу отдельно отметить, что эта книга была номинирована на премию Брэма Стокера, что является знаком качества. А еще мы с нетерпением ждем сериал по этому роману. Он так и будет называться «Kill Creek». Книга, которую я рекомендую вам прочитать в октябре, называется «Мотель вечерняя заря». Издательство Симбад. Все начинается с исчезнувшей девушки в 1982 году. Хотя нет, я обману вас. Все начинается с девушки, которая устраивается ночным администратором в отеле. Очень странный отель, таинственный. В нем происходят непонятные вещи. И как раз в 1982 году там исчезла главная героиня? Это тетя той милой девушки, которая устроилась администратором. Как вы понимаете, она хочет выяснить, что произошло. Удастся ли ей это? И какие секреты скрывает отель? Вы узнаете, прочитав роман. Уверяю вас, будет страшно, будет жутко, но вы не сможете остановиться, пока не раскроете это преступление. Книга, которую я рекомендую прочитать детям и родителям, называется «Прочь из черной дыры». Ольга Лукас. Порой в нашей жизни случаются ситуации, которые разделяют ее на до и после. Так произошло и у девочки Вики. Однажды на нее напала собака. Сделала это специально. И вместо поддержки от отца она получила осуждение. И вновь и вновь девочка погружается в эту черную дыру и переживает и теряется. Как преодолеть? Как вновь довериться? Как поделиться и перестать бояться? Можно ли рассказать своим друзьям? Как понять, что так будет не всегда, что не все плохое с тобой случится, что не все собаки плохие, бывают хорошие, надо только научиться их различать. Об этом в этой книге читайте, и вы найдете выход из любой ситуации. О молодом и талантливом писателе Рагиме Джафарове мы говорили в одном из наших выпусков. Сейчас я хочу рассказать вам о романе «Его последние дни». Он вошел в шорт-лист премии «Ясная поляна». И это неудивительно. Рагим умеет создавать мета-романы, когда книга в книге. Все начинается с писателя, а точнее, начинается с кабинета психотерапевта, где молодой человек жалуется на суицидальные наклонности. На самом деле он хочет попасть в психиатрическую больницу для того, чтобы увидеть ее изнутри и описать это в своем романе. Врач кладет его, он попадает в изолятор, позже в палату. И здесь происходит самое необычное. Где эта граница между творчеством и психической болезнью? Вы заблудитесь в этом романе, но безусловно вам он придется по вкусу. С вами была я, Татьяна Соловьева, шеф-редактор издательства Repol Classic. И мы желаем вам страшно интересных историй. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...